В республике 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два пациента выздоровели. Под наблюдением находится 862 человека. Госпитализировано 118 граждан, в том числе 11 несовершеннолетних. В обсерваторе по-прежнему находится 42 человека. Как вы правильно отметили, Олег Алексеевич, мы сейчас находимся в сценарии развития событий и сценарии роста заболеваемости. Идут все новые случаи. В основном прирост заболевших дали нам из одного из очагов лечебного учреждения нашего, из второй городской больницы. И вот пока мы все эти крупные очаги, так уж скажу, грубо не выгребем и не обследуем, то есть этот прирост будет сохраняться. Четыре пациента, которые перешли из состояния средней тяжести, которые имеют свою клинику, которые требуют дополнительной подачи кислорода. И один пациент, это в возрасте 71 года, перешел на инвазивную искусственную вентиляцию легких, то есть это уже переход в тяжелое состояние. Ситуация развивается непредсказуемо из-за нарушения жителями республики правил самоизоляции. Вербное воскресенье богослужения в церквях проходили при большом скоплении людей, несмотря на предупреждение митрополии. Временно исполняющий обязанности главы республики призвал соблюдать меры безопасности. Сейчас то самое время, когда необходимо оставаться дома. Рассмотреть вот эту ситуацию с выходными и, может быть, отреагировать в виде вашего отношения, может быть, предписания в адрес нашей митрополии с тем, чтобы они соблюдали все необходимые меры безопасности. Одно постановление по дезинфекции, в том числе по режиму работы по предприятиям, оно практически на выходе. И второе постановление будет по церкви. Продолжение следует...